Зная наших, учащиеся среднеобразовательных учебных заведений области ЖИЦУ добились значительного успеха на международных соревнованиях по робототехнике, которые проходили в Китайской Народной Республике. Талантливые ребята заняли второе место среди более чем 200 команд-участниц. Юные кулибины на этих состязаниях представили учебное учреждение робототехники Future IT области ЖИЦУ. Их достижения являются результатом упорной работы, инновационного мышления и высокого уровня подготовки, что подчеркивает потенциал и перспективы молодых инженеров нашего региона на международной арене. Подробнее в нашем следующем материале. Студенты области ЖИЦУ добились выдающегося успеха на соревнованиях, которые проходили в Пекине. Они были признаны одними из лучших и смогли на мировой арене поднять флаг нашей Родины. Талантливые соотечественники представляют школу робототехники Future IT. Подготовка к этому проекту заняла у них целый год, в течение которого они упорно трудились, совершенствуя свои навыки и знания в области робототехники и программирования. Я тоже участвую в соревнованиях в Пекине. Иногда лего собирать очень нелегко, ведь иногда много деталей, поэтому бывает сложно иногда. Было неожиданно, как мы получили второе место – «Селебро». В Пекине много было команд, и мы смотрели, какие у них проекты, и собирали значки всякие разные. Школа робототехники была открыта в декабре 2018 года и с тех пор принимает детей в возрасте от 5 до 14 лет. В рамках образовательной программы дети изучают курс робототехника и линейный алгоритм. Для детей постарше от 9 до 14 лет предусмотрена более углубленная программа, включающая основы сборки и программирования роботов. Эти занятия направлены на развитие технических навыков и подготовку к участию в различных соревнованиях и конкурсах. Когда я был студентом, мы выиграли грант в размере одного миллиона тенге и открыли эту школу. В то время у нас было всего один класс, который поначалу посещали всего 5-6 учеников. Также имелось только три набора роботов, с которыми мы начали свой бизнес. Впервые наши студенты заняли второе место в областной олимпиаде. Этот успех стал важным этапом в развитии нашей школы и вдохновил на дальнейшие достижения. Мы гордимся тем, что смогли создать образовательное учреждение, которое помогает детям развивать свои технические навыки и готовится к будущим профессиональным успехам. Эти дети участвуют в различных конкурсах уже два года. В будущем они могут попробовать свои силы в соревнованиях для ребят постарше, таких как План Челлендж. Этот конкурс предоставляет уникальные возможности для развития их навыков и демонстрации своих достижений на более высоком уровне. Участие в данном конкурсе поможет им не только укрепить свои знания и умения, но и получить ценный опыт, который пригодится им в дальнейшей учебе и профессиональной деятельности. Мы уверены, что наши ученики смогут достойно представить нашу школу и добиться высоких результатов в этом престижном соревновании. Сегодня в школе робототехники обучается около 200 учеников. С момента открытия учреждения юные таланты приняли участие примерно в 70 конкурсах и успешно реализовали множество проектов. Мальчишки и девчонки с успешными проектами принимают участие в региональных и республиканских конкурсах, где демонстрируют свои достижения и навыки. Среди учеников данной школы есть немало победителей международных соревнований. Один из них – Нурасел Турсунбайолы. Его успехи вдохновляют других учеников и служат примером для подражания, говорят преподаватели школы. 1 июня мы запустили инновационный проект, который направлен на экономию энергии и производство зеленой энергетики. Также мы решили создать проект, посвященный Гарри Поттеру. На его реализацию у нас ушло около двух лет. Мы гордимся проделанной работой и надеемся, что наши работы станут примером для других. В следующем году студенты школы робототехники примут участие в республиканском конкурсе на тему «Океан». В рамках этого соревнования необходимо изобрести новый проект, направленный на улучшение водной экосистемы. Специалисты отмечают, что идеи молодёжи в области робототехники и технических инноваций обладают огромным потенциалом для будущего нашей страны. Карина Закриева, Нурай Базархан, Жениса Абдрешев, телерадиокомпания ЖТСУ.